Иисус жив Слава Богу! И Иисус жив! И Иисус жив! И Иисус жив! Я благодарен Богу за возможность видеть всех вас и желаю приветствовать молодежь, которая здесь присутствует, церковь, всех, кто сегодня нашел и силы, и время, и пришел, чтобы вместе Бога прославить. Нет ничего лучше в нашей жизни, как просто быть в присутствии Божьим. Аллилуйя! Мы благодарим наших гостей, благодарим музыкантов, певцов, особенно благодарю ту молодежь, которая молилась, чтобы Бог благословил эту конференцию. И все, кто здесь присутствует, благословляйте! 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 Хорошо начинается знакомство, поэтому я уже как следую примеру, хочу сказать, I am Christian. Слава Богу! Слава Богу! Я искренне желаю, чтобы Бог благословлял молодежь, потому что будущее в церкви за молодежью, и хочется, чтобы вы были благословенны и горячими для Иисуса. Время у меня немножко, я хочу просто сказать вам о самом главном, о самом актуальном, о самой серьезной проблеме, с которой встречается человечество. Как вы думаете, какая это проблема? Проблема номер один в нашей жизни – это проблема греха. У нас может быть разные отношения ко греху, но действие греха на всех нас одинаково разрушительное. Аминь! Поэтому я хочу ответить вначале на вопрос, почему люди делают зло и грех? Может быть, вы уже знаете, то не стоит и говорить. Почему люди делают зло и грех? Я хотел бы вот у ведущих спросить. Иди сюда. Ведевок, Руслан. Ну, как вы думаете, почему люди делают зло? Не бойся. Можете хотя бы одним предложением ответить? Почему? Ну, такая природа у человека – делать зло. Спасибо. Витек, что ты скажешь? Я думаю, они не хотят его делать. Ага. Я не знаю, почему они делают, но я знаю, что не хотят. Понял, спасибо. Просто я за ним. Ответ правильный. И первый, и второй. Значит, первый сказал, что природа, которую мы унаследовали от Адама, она тянет нас ко греху. И это правда. Да или нет? И правда в том, что никто, особенно молодежь, не хотят делать грех. Но иногда это случается. Правда есть в том, что люди грешат, потому что у них нет страха Божия. И можно другие вопросы или как бы ответы дополнять. Но я хочу обратить внимание на еще одну важную истину, почему люди делают зло и грех. И все это вы можете увидеть в следующем стихе. Это написано в 2 Парлипоминон 12.14. Здесь написано об одном человеке так. И делал он зло, потому что не расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа. И делал он зло. Это Раваам. Только по той причине, что он Бога не искал. Он не расположил свое сердце искать Бога. Это больше относится, я говорю искренне, больше к верующим людям. Потому что природа всех одинакова, у верующих и неверующих. Просто когда человек приходит к Богу, Бог ее перерождает. Нашу сущность. А вот в плане богоискания, то это относится больше к верующим. Человек не может быть нейтральным. Он не может быть посредине. Он может быть или с Богом, или без Бога. В Библии написано, почему это случилось с этим человеком. Потому что когда его царство утвердилось, и он сделался силен, то написано, он оставил Господа, и весь Израиль с ним. Вы можете эту главу полностью прочитать дома. И вы будете извлекать прекрасные уроки для своей жизни. А я хочу повторить. Почему он делал зло? Почему он уклонился от Бога? Почему? Причина очень, на первый взгляд, простая. Потому что он как царь, и его царство процветало. То есть была полнота изобилия. Это одна из основных причин, почему христиане остывают для Бога. Да. Потому что достаток, сытая жизнь, она вскрывает наши пороки. А бедность и нужда наши добродетели. Сегодня мы живем в хорошие времена, но вопрос в том, как ты используешь это время. Ищешь ли ты Бога в своем сердце, в своей жизни или нет? Что делает Бог, чтобы сытой все исправить? Написано, тут же пошел воевать против него царь египетский. То есть пришли проблемы в его жизнь. Почему? Потому что народ Божий отошел от Бога. Они вроде бы отрезвились. Пришел пророк, начал их обличать. И они даже поняли что-то. И говорят, да, праведен Господь. То есть справедлив Бог. И они покаялись. Но не полностью, не целиком. И в Библии написано, послушайте, вот этот царь египетский, он пришел и забрал все сокровища Израиля. Это были несметные богатства, которые унаследовало Рувам, как царь от Соломона. А это было самое богатое царство в истории. Какое-то неправильное действие. И такие огромные потери. Что сделал этот царь? Он просто вместо золотых щитов сделал медные. И кажется, жизнь продолжалась. Но эта подмена, она дорого стоила. Поэтому золотые щиты – это слава Божья. А медные – это человеческое. Бог желает прославиться в Божьем народе. Но ищем ли мы Его? И делал Он зло, потому что не расположил свое сердце к тому, чтобы Бога искать. Кто-то из вас уже искал Бога? Я хочу сказать, что многие скажут, да. Я пробовал. Я пытался. Но ты, в конце концов, Его нашел. Ведь для Бога очень важно, в каком расположении наше сердце и какие наши цели в жизни. Если нету правильного расположения и нету серьезных правильных целей, то злоупотребление неизбежное. Почему Он делал зло? Не потому, что Он хотел делать зло. Не потому, что Он Его искал. А только потому, что Он Бога, Бога не искал. Когда цель неизвестна, а злоупотребление неизбежное. Я хотел бы вас спросить, вот, вы приехали сюда, слава Богу, какая у вас цель? Иногда вот так спрашиваешь, у вас кто-нибудь спрашивал, куда вы идете сегодня? Иногда люди отвечают, молодые, я не знаю. Я говорю, так куда же ты идешь? Так как-нибудь, где-нибудь там. Я таким людям говорю, когда не знаешь, куда идешь, лучше оставайся дома. Иначе приключения на свою голову найдешь. Почему я сегодня здесь? Какая у меня цель? Когда цель неизвестна, будет что-то совершенно другое. Я всех вас приветствую на Флориде. Но я хочу вам сказать, вот, ну, может быть, кто-то приехал к нам издалека с целью пойти на океан. Я извиняюсь, холодно. Может быть, кто-то там, ну, присмотреть себе жениха, невесту, я здесь, чтобы сказать, Босс, Господи, помоги. Но какая цель? Какая цель? Вы знаете, что всегда есть люди, которые едут на конференции, и они где-то там по коридорам, а может быть, там на входе, я не знаю, не проверял сегодня. И как бы вот, для других, где ты был? Уже к сожалению, конференции. А толком, где он был, он и сам. Не знает. Какая твоя цель? И делал он зло, потому что не расположил свое сердце к тому, чтобы взыскать Бога. Природа не терпит пустоты. Послушайте, если человек, вот, например, пришел к сознанию своей греховной жизни, и он покаялся искренне пред Богом, послушайте, он получает радость, несравнимую ни с чем. Он получает такую радость, которую мир не в состоянии человеку дать. И когда он это получил, и дальше ищет Бога, то он наслаждается жизнью. Он нашел жизнь. Но когда человек так не живет, он не находит этой радости, поэтому он ищет земных удовольствий, радости и фана. Еще раз повторяю. Этот человек, у него было хорошее начало. У него были прекрасные стартовые возможности. Он получил царство очень богатое. Но не получилось ни с царем, ни с царством. Он не смог состояться как лидер и только потому, и только потому, что он Бога не искал. Кто нашел меня, тот нашел жизнь. А если ты жизнь нашел, ты уже больше остального искать не будешь. Кто не нашел этой жизни, тот постоянно чего-то ищет, находит временное и теряет вечное. Он преуспевал. В работе, в учебе. Все у него получалось. У кого-то не получается, а он преуспевал. Но из-за этого он оставил Бога и дал плохой пример для других. Бог живой. Слава Ему. И Бога надо искать. Не потому, что Он прячется от нас. Нет. Потому, что Он жаждет общения с тобою. Он наш Отец. Аллилуйя. Скажите, слава Богу. Мое пожелание молодежи. Возлюбите Господа Бога всем вашим сердцем. Просто влюбитесь в Него. И все у вас получится. Смотрите, как написано. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится что? Врагом Богу. Молодежь, послушайте меня. Вы можете, например, вот парень, любить одновременно две девчонки, две сестры? В принципе, вы можете. Но если не узнают, они вас неправильно могут понять. Послушайте, так точно это относится к девчонкам. А вообще, если взять семейную жизнь, ну никакой муж не может жить одновременно с женой и любовницей. Не может. Некоторые пытаются так жить, но долго так продолжаться не будет. Послушайте меня. Так то, что в духовной жизни не знаете ли, что дружба с миром есть что? Не написано, что это просто полудружба. Или полулюбовь. Или это почти нормально. Нет. Бог не терпит, не терпит никакого второго, чтобы кто мог разделять тебя с Ним. А тем более, а тем более любить. Поэтому обратите на это внимание. Возлюбите Господа всем своим сердцем. Именно в расположении вашего сердца зависит ваше настоящее будущее. Аминь. Аллилуйя. Мне так хочется, чтобы ваша юность была цветущей. Что для этого надо? Просто надо святая победоносная жизнь. Что делать, если не получаете? Получается. Возлюбите Бога. У вас получится. Если вы не верите, я снова хочу вас убеждать. В том, чтобы чисто было в вашем доме, надо чистоту любить. И все хозяйки сказали. Все. Если ты любишь чистоту, там будет чисто. Запомните это. А если не любишь, то как попало? Потому что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Возлюби Бога твоего всем своим сердцем. Почему я люблю чистоту? Потому что я Бога люблю. А Он свят. И чтобы подражать Ему, я просто отвечаю Ему взаимностью. Взаимностью. Возлюби Бога всем своим сердцем. Кому принадлежит твое сердце? Если в вашей жизни есть какая-то раздвоенность, Бог желает сегодня что-то изменить в твоей судьбе. Я хочу, чтобы ты услышал голос Божий лично к тебе во имя Иисуса. Следующий мой совет в защите Господа. Почему это важно услышать сегодня? Потому что я уже говорил в начале, Он делал злой и грех, потому что Бога не искал. Человек как сыщик, он постоянно чего-то ищет. И если он не находит Бога, то на все остальное надо больше и времени, и денег. Удовольствий будет мало, а жертв и страданий много. Вцепитесь за Иисуса. Вот смотрите, есть так, в Библии написано, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был горяч или холоден. Я не знаю, какое ваше состояние. Вы холодные или вы горячие или, можно сказать, никакие или просто теплые. Если вы хотите узнать, я просто хочу, чтобы вы обратили сейчас внимание на состояние теплого человека. Может быть, в этом вы сможете что-то увидеть для себя. симптомы теплого человека. Смотрите, равнодушие к Дому Божьему. Хочу иду в церковь, хочу, не иду. Недостаток интереса к Библии. Когда вы последний раз читали Библию и когда Бог последний раз проговорил вам через свое слово. Если, например, вы читаете и Бог вам ничего не говорит, вы читать ее долго не будете. Но в Слове Божьем есть жизнь и откровение для вас. Когда Библия вас захватит, вы утонете, как в большом океане. Будете наслаждаться и ни на что не променяете эту книгу. Последнее. Отсутствие на молитвенных собраниях. если это относится к вам, это в какой-то мере говорит, что твое состояние сегодня является тепленьким. Ну, казалось бы, тепло и ладно. Но я хочу вам сказать, на основании Библии о таких людях написано «изверну тебя из уст моих». То есть, это состояние Богу неприятно. Да, оно и людям вряд ли понравится. Говорят, ты какой-то ну не рыба, не... Если рыба, то рыба. Если мясо, то мясо. Поэтому не забудьте, что мы кто? Христиане. И мы должны быть христианами не на словах, а что? На деле. Поэтому я прошу вас в защите Бога. Молодежь, в защите Бога. Кто нашел Иисуса, тот нашел жизнь. Вы знаете, вот я вспоминаю свои конференции молодости. Чем они отличались от современных конференций? Никогда не ставил вопрос, а кто будет проповедовать, а спикер какой, откуда там кого приглашать? Знаете, почему? Потому что молодежь того времени все наслаждение и утешение находила в молитве. В молитве. В молитве. И надо просто было собрать людей. Почему? Потому что больше дров, больше огня. Если собрались, значит, огонь там будет. Я помню одну конференцию, мы собрались, как сегодня в пятницу. Больше тысячи человек в Венеции. И было вечернее собрание, как сегодня. И после собрания подошли ко мне братья и говорят, мы уезжаем домой. А еще два дня конференции. Я говорю, что вы уезжаете так быстро? Мы уже все получили, все, в чем мы нуждаемся. Вот так. И мы едем в церковь свою делиться этой радостью. За один вечер. Аллилуйя. Это может сделать только Бог. Запомните это. Человек это невозможно. Это может только Бог. Аллилуйя. В защите Бога всем своим сердцем. Когда вы найдете ее, вы будете бежать к Нему. Вы будете бежать в церковь. Вы будете искать друг друга. Эта жизнь не сравнима ни с чем. Последнее мое пожелание посвятите себя Богу. Посвятите себя Богу. Возлюбите, взыщите и посвятите. Почему это важно? Иначе огня в твоем служении жизни не будет. Огонь приходит на жертву. Чтобы молодежь имела силу, надо сделать вот этот шаг. Шаг посвящения. Запомните, борьба между плотью и духом не закончится никогда. Но истинная свобода заключается в послушании нашим Господу Богу. И когда наша плоть на жертвеннике, она не способна делать грех. Поэтому посвятите себя на служение Богу во имя Иисуса. Запомните, святость это освящение и посвящение. Освящение это когда мы отделяемся от мира. и многие из вас это уже сделали. А посвящение это когда мы отдаем себя целиком и полностью на служение Богу. Наша жизнь принадлежит Ему. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Если вы хотите, чтобы ваше служение расцвело и ваша церковь в том числе есть шаг веры. Библия говорит, пшеничное зерно, если не будет положено в землю и не умрет, то будет одно, а если умрет, то принесет много плода. Если вы будете умирать для себя и жить для Иисуса, вы принесете много плода для Царства Божьего. Аллилуйя! Иногда встречаетесь вы с людьми, ну, например, гневливыми, и думаете, почему он до сих пор не умер? Ну, имеется в виду для себя, но вы сами сделаете этот шаг веры. Когда я, например, говорю о Боге искании, что я имею в виду? Если человек гневливый, он должен молиться в два раза больше. Но кто это понимает? Почему люди злятся? Потому что Бога не ищут. В сердце и грустно, и пусто. Все. прийти в церковь и Бога искать, это разные вещи. В церковь люди идут, потому что там присутствует Бог. Но если ты здесь ради Него, то у тебя правильная цель. Аллилуйя! Я желаю, чтобы всех вас благословил Бог и сегодня, и завтра, и третьего дня. посвятите вашу жизнь Господу. Посвящение это жертвенность. Это мое смирение. Это моя безопасность и защита, потому что своих и свое хранит сам Бог. И если вы будете искать Бога, потоки благословения придут в вашу жизнь. И вы избавитесь от ваших грехов во имя Иисуса. Я и залью потоки на жаждущие. Все, что приготовил Бог на эти два-три дня, Он приготовил для жаждущих, для ищущих и желающих Господа Бога. Пожалуйста, я прошу вас, молодежь, посвятите вашу жизнь Иисусу. Нет ничего прекрасного, как знать свою цель и двигаться в этом посвящении. Я Господен. Моя жизнь принадлежит Иисусу. И я не могу делать то и это. Я желаю свою жизнь Бога прославить. Кому сегодня принадлежит твоя жизнь? Ты больше принадлежишь себе или Ему? Посвятите вашу жизнь Иисусу и ваша юность расцветет. Да будет имя Бога благословяно в каждой судьбе во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Сейчас у нас будет еще одно важное служение. Служение, когда мы будем благословлять материально церковь. Вы знаете, у меня есть хорошая новость. У нас люди жертвенные. Я за это благодарен людям и гостям в том числе. В этом январе мы собрали больше, нежели год назад. Пришел февраль и надо не отставать снова и снова. Будьте благословенны, пусть Бог благословит ваши нужды, ваше пребывание в нашем городе. Спасибо за то, что вы здесь. Аминь.